а сейчас друзья я вас удивлю вот традиция это не станет впервые за четыре с лишним года мы с вами выпьем у нас есть прекрасный повод у нас тоже война война за будущее садоводство посмотрите это моя норма вот это моих как бы наркомовские 50 грамм 40 вот эта закуска я предлагаю немножко подождать минутку вот кто-то из вас сейчас может присоединиться не обязательно может чаем вот можно нам все можно сегодня у нас великая победа мы все имеем к ней отношение я имею ввиду что за нас отдали жизни здоровье миллионы людей и здесь сидят как раз те люди не случайны которые я уверен достойны этого среди нас много заслуженных людей через нас много награжденных людей вот я только вот среди тех кто здесь таких десяток знаю а все знать не могу вот понимаете это наш праздник не каждого человека потому что надо еще быть достойным этого праздника достойным тех кто отдал за нас жизни вот и поэтому есть повод выпить но вот она стоит и будет стоять пока мы не закончим наш разговор а потом наверное это пасперый последний раз не каждый раз попадаете вот поверьте 182 вебинара и это первое такое но повод хорошая на мужикам поехали давайте знакомить давайте это как говорится приветствоваться валентина курган добрый вечер леонид бухтияров казахстан с днем победы юрий брат с праздником гречихина москва ну старая гвардия говорю сколько вы про меня хорошего рассказывали наталья поздравляю с днем победы игорь сапин с днем победы сергей александрович здравствуйте с праздником здоровья москва телекте но вот михаил свинин архангельская область всем привет полтовец великим праздником и я не жалею что мы сегодня себе сидим тут мы свои нам можно я специально сказал мы не отказались от застолья не отказались я всех перехитрил те кто отключился раньше если им не повезло так поехали варень консенович когда надо спиливать старое дерево яблоню на ее парзичку сделка на ее парзичку сделали прививку на риска она череночки 5 почек все проснулись и уже появляются листики где-то пол сантиметра спасибо за очень нужные советы так вы знаете я так не отвечу старое дерево яблоню и где у него это поросль и когда надо если общий совет убирать старое дерево частично чтобы дать возможность развиваться на поросли прививки это общий совет а конкретно надо смотреть надо видеть варень константинович какие сорта яблоняюсь прошли вашу результативную гибридизацию я правильно понимаю такие сорта самого мороза и зиму сточек вы затронули больнейшую тему важнейшую больнейшая она до сих пор не рассчитана не разглядывается смотрите мы с мичуриным разошлись по не как бы давая понять что мы ровня прошу прощения слушайся нету я провожу вебинары еще самый разгар а ничего поехали дальше и так вы разошли чем когда я начал немножечко заглядывать его работа оказалось что в основном то он работал как раз семечками культурами а я с ними не работал никогда и у него получается я общими словами скажу а потом будем подробно модель фильм потому что это не каждому дано даже знать надо что у него получается у тебя иммиграция есть но она не не сюда не входит увеличение морозостойкости у него там наоборот получился минус а он работал в это приводя пример с яблонями груши в основном а у меня это было просто не интересно вот перестали замерзать квинти из канады перестал замерзать там мелба из канады вот перестал замерзать там с украины там с москвы и все мне больше этого не интересовало я никогда не видел у меня были отклонения я такие примеры приводил их совсем мало когда плоды вроде бы меняются на них влияет окраска тех же сибирок бордовая еще что-то так мало что тут я рядом с мичуриным полный профан а вот что касается косточковых они и получаются и морозостойки еще раз семечка культуры у них морозостойкость удалось увеличить но она не считается что это если в лесу шатуре тебе выгибает а вы черно получается и вообще не мнение это морозостойкость не увеличивается а как будто в сибири у нас вот сейчас не растут и не только благодаря мне много семечковых культур и вот получается косточками там изменение на лицо некоторые удалось там два раза увеличить размер плода это вообще за фантастика еще надеюсь три раза увеличить вот а тут уже мить на мечели не сошлешься он маслом семечками работал теперь еще раз причем вашу ваш вопрос какие сорта яблонь груш прошли динвизацию профит они прошли но только ради морозостойкости все мои вот возьмем допустим мою каталог там есть и простые сорта и надежные сорта летние осенние и зимние сорта вот главное чего добиться удалось груши сладчайшие удалось сохранить большинстве случаев их невероятную вкус хотя по двое должны были вы испортить ведь я когда-то сука из это с армении-то с ереваном привез сладчайшие груши а по двое у нет вот караул я их давай на черноплодную рыбицку у них полно было они несъедобные вот так вот весь это их гибрид с невкусными плодами на чертов не нужен поняли да но это межвидовая прививка их в основном не занимался этим вечером на межвидовая прививка ему дала удавалось доказать что влияние по двое с прямым дает новое качество совершенно а я только с косточками работал и вот получается что вы спросили про яблонь груши вот считается что мы прошли мою ветерину на средствах прошла они стали более морозтойким но морозтойкость не входит в эту понятие эффективной реализации если верить на черну выйдет как я еще больше запутал согласно так млад всех праздников великой победы анжелика 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 какая красивая а мы с вами знакомы а может у как раз из новичков а мне память подводится вы знакомы нет я радуюсь всегда любому новичку просто счастлив вот если вы новичок то я считайте вы мне подарили подарок знакомству с вами беларусь привет а тем более беларусь по моему новичок на наших вебинарах на каких подвоев тот орворачивает свои сливы у меня пошло мало прививок было бы здорово если бы на вебинар на вопрос-ответы пригласить татарова и чернобаева вы бы помолчили вопрос если вы знаете что это за народ и волки-палки я скромнее в жизни не видал это не то что я наглый как танк это сам начинает вот это сравнивать себя с грелем вот я не говорю что нет я только тут утром немножко среди за нашими я спокойно вот допустим все еще понедельник если выйти рядом с собой поверьте я позвоню тутору и скажу народ требует вас на это на голову готовы на голову слова голгоф вы понимаете не каждый согласен также чернобаева четверо тот ветер придут мучите так отказывать не будет то есть я со своей стороны для меня каждое общение с тотором чернобаева это праздник узнать я сильно разгадывал господи где же у меня этот самый видит который записывается фильм а потом все давай уговорить да не надо не хочу я вот погоди вот путь плодоношение попробуй открутись у него цветут персики вовсю попробуй открутись вот а тоторова это лучше все получим тотором стоит на рынке да тут саженцы сколько продал за пол для два и рядом лежат вот такие такие стартовые сувениры востока тюды 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 ну короче вся элита и он и тут же эти силами торгует ведрами но настолько упала это садоводство такой интерес всему кто человек который может это сливы да не с рынка не у них не где-то там сладка купил вот такие вот и пытаются свои родные и никому не надо что же это такое да не он должен стоять за его спиной должна быть если не пропьется то хотя бы доцент какой-нибудь и отслеживать все это вот и платить ему хотя бы как агроному пусть там без звания там даже не ученый агрону вопрос агрону вот так должно быть извините разговарившим иван моего добрый вечер с праздником и телеборта связи косточки пока молчат косточки молчат давайте сразу все таки это учеба первое большинство из вас это стало я никогда этого не утверждал никогда я этого не учил я никогда не встречал этого в литературе что косточки в холодильниках погребах надо держать пока не простутся и держат апрель мая даже июнь а большинство никогда не проснется пока и держит холоде и в темноте вот и вот чтобы подразумевать пока молчат что они до сих пор холодильнике я не говорю что это так я хочу на раз исключить это приходит апрель приходит а земля на штык лопаты все садить подряд не ждать пока проснуться это раз теперь когда они просутся вот еще и проснуться если не просутся ждите на стоящий год когда они остаются на стоящего поздняя посадка в это время сигнал с космоса что все сходи уже не касался пока сигнал был они были в холодильнике высадили все теперь будут лежать до следующего урожая ой не то до следующего просыпания следующей весной вот это это бывает когда пропускает срок а срок является когда все в саду пропуск просыпается вот это не срок высадки косточек лучше бы на все на весу ну хотя бы в школку два теперь не хватило влаги не хватило влаги и что получается мой пример юля моя племянница вот или сергеевна давай помогай сергеев со своими кратерами работой не может вырастить много подвоев высадили вас есть 100 косточек этих самых персиков высадили несколько сотен косточек абрикосов вишен несколько сотен и только сегодня в очередной ездили поливать за скал первая косточка абрикосов пропиталась только сегодня а высадили две-три недели назад а у нас ни одного вот поймите я говорю это все не болтовня или оправдание у нас не было ни одного дождя вот не было еще и сейчас земля у нас песчаная супер вот сразу высыхает моментально вы умудряемся ездить хотя бы через раз с ней она тут захватает лейкой хватает этот распылитель и поливает и поливает и сегодня только увидела первым паркнулась косточка абрикос только сегодня это уже лежала пусть садила надо учил то я это уже лежала персиковая уже в холодильнике 6 штук проклялось более скотины оси высадили еще молчит что такое дождь я замечал когда приходит весна высадили и тут же прошел дождь тут же мой совет садить перед дождем и после дождя схожесть великолепно а у нас самый страшный год самый страшный весна до сих пор скоро середина мая и нету дождей вообще а колодезная вода она мертвая мы поливаем я чувствую что зря я теперь не уверен что вообще взойдет то есть взойдет вот через год когда надо с вылеживать то есть подавайте во первых ждать что будет дальше а вас так говорят как вот было неудобно говорить чтобы наступать на мозоли ну бывает так что фактически судя по словам человек практически изгноил промежуточной емкости это извините не подарок когда давно пора высадить в поле а тут провели шоевкой а я в костях попробую выдержать эти самые влажный режим вот сколько опять я говорю так что иван давайте ждать пока проснуться я тоже теперь переживать буду вот у других да вот я показывал да видели как хорошо сходи